Друзья, это продолжение интервью с Дмитрием Дубилетом, которое мы опубликовали на канале в прошлом месяце. Точнее, это не вошедшие моменты. Уж очень вы просили нас выложить их. Если вы вдруг не смотрели первую часть, то рекомендую это сделать. Ссылку мы оставим в описании. И вот здесь будет подсказка. Приятного просмотра. А какой самый старый банк в мире? Я, честно, не готовился, не смотрел. Итальянский какой-то. Сколько он уже? Он то ли с 14-го, то ли с 15-го века. 1300 какой-то. Начинался какой-нибудь банк сыра там, да, или чего-то в таком духе. У нас собрались тут все мошенни с банковским образованием. Я магистр банковского дела, но, естественно, в этом не соображаю ничего. Я один год проработал в овале за 400 гривен и понял, что это, видимо, не мой какой-то путь. Андрей преподает банковское дело. А вот я без банковского образования. Супер. Сейчас мы тебя закидаем. Профессиональные технологии. Пока без названия. Прям кола нравится. No name. Мы еще изучаем. Абсолютно все равно нам лично. Ну, не то, что все равно нам это нравится или нет, но мы не носители. Надо понять, как носители на это реагируют. Ну, именно англоязычный мир, да? Да. То есть, я так понимаю, стратегия Англия, а потом Европа в целом. Потом Европа и Америка. Ну, вот эти вот заигрывания, которые есть сейчас в монобанке с аудиторией, если кто-то не знает, например, то есть, когда тебе приходит карточка монобанка, в конверте ты также находишь наклейки с котами. Да. То есть, вот эти вот игровые элементы или развлекательные элементы, как их назовешь, это как раз сделано для того, чтобы что? Ну, для того, чтобы банкинг был, ну, банкинг не обязательно должен быть скучным. Он должен быть, в первую очередь, выгодным, удобным, но он должен, может быть, веселым. Почему нет? Вокруг столько всего серьезного, неинтересного, скучного. Почему бы не привнести немного фана? Самые необычные места, где ты в итоге видел этих котиков? Или пока не встречался? Нет, пока не встречался. Супер необычного чего-то. Ну, очень приятно, когда видишь у кого-то на телефоне или на компьютере. У меня стерся. Стерся? Остаться на стерся. Представляешь, сколько проблем с тобой, как клиентом? Жена недовольна, наклейка состерлась. Дима сейчас просто уже не знает, что делать. Мне в какой-то момент показалось, что целый пласт культуры проходит мимо меня. Еще год или два назад я о таком явлении, как YouTube-блогеры, вообще ничего не понимал. То есть, если, что такое Facebook, я примерно разобрался. В Facebook достаточно популярный блог. В принципе, Монобанк, особенно в самом начале, частично удался именно благодаря Facebook. А что такое YouTube, я вообще не понимаю. YouTube-аудитория младшая. Чем дальше, тем больше аудитория своей по всему будет в YouTube, а не в Facebook, и там и трафик, и продажи можно будет через YouTube делать. Поэтому мы приняли решение попробовать выставлять видео на нашем канале, для того, чтобы понять, что это такое. Сколько будет стоить интеграция в канале до билетов? Интеграция чего? Интеграция – это реклама на этом канале. Я думаю, что в ближайшее время… Вернее, я даже не могу представить себе, чтобы я там продавал рекламу. А на Facebook, сколько бы ты попросил денег за рекламу? Интеграция – это известный ценник. 100 000 гривен за один пост. И кто у тебя обычно заказывает эти посты? Интеграция – я в свое время предлагал посты тем компаниям, которые становились спонсором iGov. То есть это не мой персональный заработок был. Волонтерский проект, поэтому тоже нет заработка. Да, 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 именно. То есть те компании, которые становились нашим спонсором, я говорил о том, что в условный пакет, ну, кроме того, что они это делали в первую очередь для того, чтобы просто помочь стране и проявить таким образом свою позицию, я еще как бы делал пост об этой компании. И они платили 100 000? Да. Это как бы сорокмерное количество подписчиков, да? 100 000 подписчиков, 100 000 гривен? Это было, правда, год или два назад. Ага, тогда было меньше. Тогда было меньше, да. По сути, и ты сам это признавал, Monobank был обязан своим первичным успехом Фейсбуку, в частности, твоему Фейсбуку. Ну, если бы не было Фейсбука, я думаю, что у него все равно все было бы хорошо. Ну, просто как бы первый старт был дан достаточно резкий за счет того, что у нас была компания по предрегистрации. Там действительно благодаря Фейсбуку там первые тысячи 300 клиентов, наверное, мы получили именно из него. Но даже если бы этого не было, ну, мы чуть дольше раскачивались, но я верю в то, что у нас продукт настолько крутой получился, что он сам себя продает, неважно, через какие каналы. У нас до сих пор 80% трафика, это по рекомендациям. Люди рекомендуют нас друг другу, а не из платных ресурсов. Это, по сути, сарафанное радио, да? Это сарафанное радио, да. Мы... За счет чего? То есть делать какие-то вот такие прикольные вещи, как наклейки? Ну, я бы сказал, что есть два основных направления. Первое направление все-таки это банально, скучно, но тарифы. За счет того, что у нас нет отделений, нет инфраструктуры, которую нужно поддерживать. У нас реально более выгодные кредиты. И, в принципе, здесь спрос достаточно эластичный. То есть если на рынке есть более выгодный кредит, ну, конечно, люди, которым нужен кредит, они, скорее всего, пойдут в это место получать кредит. Потому что тут абсолютно линейное сравнение. Но, с другой стороны, действительно, есть очень много людей, которые открывают у нас карты, которым вообще этот кредит не нужен, которые сходу ставят кредитный лимит 0, но которым нравится наше приложение, нравится наш код, нравятся те функции, которые мы заложили в приложение. Ну, мы действительно огромное количество и силы, и энергии, и денег инвестировали в это. Поэтому люди действительно это ценят. Это круто. Тарифы у вас точно лучше, чем в других банках? Ну, с приватом, если сравнивать. Если сравнивать с приватом, то... У нас просто Андрей отвечает за острые вопросы, поэтому... О привате. Проблемные, да. Да, тарифы с приватом у нас точно лучше. Как бы просто за все банки мне сложно сказать. Их у нас, правда, осталось немного, благодаря стараниям регулятора. Но, что касается приватбанка, то точно лучше. Потому что мы просто взяли тарифы привата и везде отняли 10-20-30% и сделали таким образом наши тарифы. Если утрируя, банк превращается в кредитную карточку? Не, ну почему же. Кредитная карта – это один из множества продуктов, которые банк может предложить. Но то, что карта не обязательно кредитная, дебетная, либо... Ну, пластиковая. Кредитная карта является часто идентификатором, через который банки заходят в отношении с клиентами. И на основе которого они предлагают клиентам уже какие-то новые банковские продукты. Не знаю, начиная от ипотеки и заканчивая депозитом. Это да. А сами банки, они структурно будут выглядеть по-другому. Я просто в 2002 году, моя первая работа была в банке, я там год проработал. Я просто помню то, я в филиале работал, даже не в центральном офисе. Какое количество персонала обеспечило, ну, довольно обычные операции по сегодняшним меркам. То есть нужно было там условно этих, сколько там, шесть чупщей, да, чтобы закрутить лампочку. Ну, это плюс еще, особенность твоего банка. Не будем упоминать его бренд. Да. Но именно этот банк славится очень низкой эффективности труда своих людей. До сих пор, да? Да, насколько я знаю, до сих пор. А в Европе как эта история происходит? В Европе то же самое. Очень неповоротливые банки в плане внедрения управленческих технологий, каких-то правильных решений, там, не знаю, даже элементарный документооборот. Что мешает нашим ребятам, вот, Монобанку, вот этому российскому проекту, да, точнее проекту россиян, который... Забыл. Револют. Закрепиться на рынке или отобрать существенный кусок у... Уже отбирают, отбирают. Прям местные, локальные, классические банки чувствуют себя уже неуютно, да, с ними? Рассматривают ли... Ну, вас пока нет, понятно, вы не открылись, но вот такие проекты, как серьезных конкурентов в будущем? Конечно. Или пока детский сад, пусть там поиграют... Не-не, конечно, рассматривают. Вот эти компании вроде Револют, Монза, N26, они уже оцениваются под миллиард долларов. И это внушительные игроки. А что делают крупные банки? Может там какие-то черные пиар-компании запускают? Крупные банки часто являются одним из тех инвесторов, кто инвестирует в эти банки. Ага. То есть на самом деле вот так все. Все не так просто. А что с банками для предпринимателей, для предприятий? Угу. Пока мы говорили только о физиках, да, то есть карточки и так далее, это физик. Да. А что с предприятиями творится в банковском секторе? Про Украину или в целом? Лучше в целом. Ну, Украину как бы видим, а Украина, Россия, все идентично, а там интересно. Считается, что банковские услуги для предпринимателей, для юрлиц, они отстают на несколько лет от тех услуг, которые предлагаются физлицам. Я, кстати, недавно даже видел рекламу, в Фейсбуке мне показывалось, там рекламировался банк в Британии для предпринимателей. Он себя называл, так и называл, Монза для предпринимателей. Ну, Монза – это там популярный банк для физлиц в Великобритании. И он себя рекламировал через Монза. Ну, я даже могу судить по Украине, даже по нам. То есть мы, надеюсь, что в обозримом будущем начнем тоже обслуживать предпринимателей. Но пока что мы начали с физлиц. Предприниматели Украины и мира для тебя. Топ-3 давай. Сейчас подумаю. Не хочется никого убедить? Нет, давай твой личный, это субъективно. Нет, я просто никогда не думал этим вопросом, так сходу уж не скажешь. Дубилет, Гороховский. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, вот Евгений Черняк, которого ты недавно дал. Ну да, давайте в Украине я бы сказал Александра Ольшанского. Мне очень нравится он как и бизнесмен, и как человек. Что я был умнейшим человеком. Евгений Черняк вызывает большое уважение своей агрессивностью, напористостью и так далее. Наверное, есть много других фамилий, просто сейчас сходу не могу. В случае с Черняком это безотносительно той продукции, которой он занимается, да? Я не являюсь потребителем продукции, но тем не менее. А что тебе нравится? Я вот тоже, например, водку не пью. Мне в последнее время ром нравится. Как тебе? Я не могу сказать, что у меня есть какие-то конкретные пристрастия в алкоголе. Ну, наверное, водка, да, редко достаточно. Оказывается, внутри меня. Из мировых бизнесменов, ну, наверное, тоже мало чего оригинального. Безос, Маск, основатель Inditex, который Zara, очень вызывает большое уважение. Просто ты перечислил в топ-3 Force. Да, я сейчас знаю, что я топ-3 Force перечислил. Нет, подожди, Маск и в сотни не входит, насколько я понимаю. Но вообще его компания убыточная. Павел Дуров очень нравится. До конца непонятно, ФСБшная это история или нет, но, конечно, вызывает большое уважение. Смотри, у Тинькова есть лицензия. Он самодостаточный. Его задача только договориться с определенными ребятами, чтоб не трогали. Ну, это я на своем бытовом уровне так рассуждаю. У тебя есть существенная, мне кажется, опасность в том, что что-то случится с твоим партнером. Если бы банк принадлежал мне, была бы точно такая же опасность, что случится что-то с моими партнерами. То есть всегда что-то может случиться? С партнером всегда может что-то случиться. Что будет делать монобанк, если вдруг с партнером что-то случится? Как быстро вы сможете переключиться на другого партнера? Я считаю, что вопрос некорректен, потому что банк на лицензии, которого мы запустились, является неотъемлемой частью монобанка. Это все равно что спросить, что будет делать монобанк, если вдруг мобильное приложение перестанет работать? Или если, не знаю, колл-центр перестанет работать? Ну, это одна из ключевых составляющих бизнеса. Вы не входите в совет универсала? Нет, мы не входим. Мы не входим, но мы также не входим в совет Укртелекома, хотя благодаря Укртелекому мы можем по телефону обслуживать клиентов. Хорошо. Ты же понимаешь, о чем я говорю? Может быть, я не профессионально говорю, но я на своем уровне говорю, что завтра придут ребята в масках, например, не дай бог, в какой-то банк, в универсал придут. В нашей стране в любой бизнес могут прийти люди в масках, с этим никто не спорит. Но вероятность, не знаю, опасность, условная потенциальная опасность по этому бизнесу абсолютно никак не зависит. Являемся мы собственниками, совладельцами этого банка или партнерами, или подрядчиками и так далее. Но это все равно же отдельная структура, правильно? Вы не входите в совет, вы не являетесь ни акционерами, ни кем. Вы просто партнеры. На договорах, правильно? Да. Еще раз, как быстро может монобанк перестроиться на другого партнера? Бренд монобанк, если что-то случится с универсал банком, но даже не хочу говорить об этом, об этом слагательном наклонении, он неотъемлемая часть универсал банка, но если вдруг... То есть монобанк прекратит свое существование вместе с универсалом? Да. Если вдруг что-то случится с универсалом банком, хотя непонятно, что должно для этого... Ты говоришь сейчас о бренде или вообще о компании, о системе? О бренде. С брендом ладно, сделайте колобан. Нет, у нас по одной крыше работает 150 умнейших людей. Конечно же, они не пропадут. Конечно же, если вдруг метерит упадет на землю, и как раз именно в то место, в котором находится универсал банк, или нашей серверной мощности, мы найдем, что делать. Мы, наверное, запустим другой банк, может быть такой, может быть похожий. Но технологии же останутся жить, правильно? Технологии останутся жить. Сколько времени нужно на запуск, если метерит упадет на нейросал банк? Три месяца. Три месяца. Все, это все, что я хотел спросить. Мы узнали. То есть технология, которая может существовать отдельно от партнеров, позволяет запустить себя для клиентов в течение трех месяцев. Супер. То есть в это время клиенты будут пока, наверное, клеить котиков, да? Например. Например. Я думаю, вы выпустите им специальную серию наклеек. Жду нам. Котов жду нам. Проверечь. Президент барабан. В Masейз вам вернись энергией. ной. Наврит. Награждает вода влюб шуме. Давайcolа мы увы к тыел. Вы іму злоби HR я иplace непосад щельная компания или попереч Connection чего-то? Это просто одна из сфореки. Челуи! Что ли это обжегать входом? Челу из-на. Что ли это, парковка? Они нравятся более боимости какие-то